Киев, Броварской проспект. Поздним вечером на полупустой дороге повстречались двойники с разными именами. На шоссе столкнулись два «Шевроле» – «Авео» и его запорожская реплика «Вида». Удар оказался настолько сильным, что машина разбросала за добрую сотню метров друг от друга. «Вида» и вовсе загорелась, так что устранять последствия аварии пришлось еще и с помощью огнетушителей. Как произошла эта жуткая авария, наши репортеры попытались выяснить у водителя «Виды». Но найти его оказалось не так уж и просто. Двое агрессивно настроенных мужчин, будто бабочки, порхавших вокруг машины, запрещая нашим журналистам снимать, так и не смогли припомнить, чтобы садились за руль. «А вы участвуете в ДТП?» «Нет, я видел это». Куда проще оказалось отыскать второго участника ДТП. Хотя для этого нашему репортеру пришлось прогуляться дальше по шоссе. После аварии на «Авео» страшно взглянуть. Из седана машина чуть не превратилась в хэтчбэк. Багажник вмят в кузов по задние колеса, помяты даже крыша и двери. В это трудно поверить, но люди в столкновении уцелели. Хотя без пострадавших не обошлось. Скорая забрала несовершеннолетнюю пассажирку. Рассказала девушка и про обстоятельства ДТП. По ее версии, все случилось так. Водитель «Шевроле Авео» перестроилась из среднего ряда в крайний левый. Говорит, закончила маневр, как вдруг сзади в нее врезалась «Вида». После удара «Вида» пролетела по дороге еще метров 50, а неуправляемая «Авео» остановилась еще дальше. Прояснила девушкой причину, по которой произошла авария. По ее словам, всему виной нетрезвое состояние водителя «Виды». При этом объяснения мужчины оказались совсем уж не банальными. «Я говорю, вы возитель этой машины?» Он говорит, нет, я не знаю вообще, кто это, я просто остановился. Когда я подошла, они пьяные вообще еле на ногах стоят с бутылкой водки в руке. Говорят, мы просто от стресса выпили, к нам друзья подъехали. Но никого не было. Ту же версию водитель озвучил и нашему репортеру. Им, кстати, оказался тот самый мужчина, что так настойчиво пытался помешать съемке. Впрочем, на камеру свои, мягко говоря, сомнительные объяснения мужчина повторять, видимо, постеснялся. Так сказать официально, подтвердил слова товарища только пассажир, в которого, к слову, быстро переквалифицировался так называемый «свидетель аварии». Но и на этом вечер сказок у дороги не закончился. Пока участники ДТП ждали приезда следственной группы, подвыпивший водитель успел снять номер с машины. На резонный вопрос нашего репортера «Зачем?» ответил снова весьма неожиданно. «Скажите, по какой причине вы номер сняли?» «Да я ничего не снимал». «Ну как это? Вы ничего не снимали, если мы на камеру зафиксировали то, что вы сняли номера?» «Да я ничего не снимал. Что вам показали?» Не будем спорить, зрение иногда действительно может подвести человека. Но вот техника внезапным приступам слепоты не подвержена. И ей, само собой, не показалось. Так или иначе, устанавливать сколько правды в словах водителя «Виды» – дело следствия. И кто знает, может мужчина действительно успел приложиться к бутылке за те пару минут, что бежал ко второй машине. Но обманув съемочную группу Магнолий ТВ как минимум дважды, наш кредит доверия подвыпивший сказочник исчерпал. Ну а больше видео с места ДТП смотрите на официальном канале Магнолий ТВ в Ютубе.